Да, начнётся массовое производство цветов в этом городе. Так, как там? Я уже за ночь всё забыла тут нажать. Вроде с этой стороны тоже нажать. И да, работает. Отлично. Ждёмся. И это все мои цветы. И это всё мои красители. Да быть того не может. Так, всё. Оно уже начинает заканчиваться. И вот так что-то надо сделать. Вот это вроде вот так вот. А? А? Всё, остановись. Ага, и теперь по второму кругу пошли. Ещё костной муки. Запускаем шарманочку. Раз. Да какому второму? Да тебе в жизни столько цветов не пригодится. Сколько ты сейчас это? Да у меня Майнкрафт сейчас взорвётся. Ты это понимаешь? Да я вырублю эту шейтан-машину. Хватит, Кать. У тебя там уже полный сундук красителей забит. Да ты не понимаешь. У меня производство сейчас массовое начнётся. У меня поставки за границу будут. Да у меня все модели мира будут хотеть. И только мою одежду мне надо. Лучше помоги собрать. Ладно, включаем тогда заново. Эй! Я же тут стою! Эй! Выключи! Да с тобой ничего не случится! Ладно! Ну чё ты паникуешь? Ты же не умерла. Всё нормально. Так, слушай, это. У меня инвентарь забивается потихонечку. Говорю, помоги мне собрать цветы и отнести их в стасклад. Эй, ладно. Собираю, Кать. Ну хватит уже, понимаешь? Хватит. У тебя полный склад уже цветов. Да ты мне просто скажешь. Вот мне ответь на вопрос и подписчикам ответь на вопрос. Где ты в жизни все вот эти вот цветы будешь использовать, а? Ты погоди, погоди. Ты увидишь, какой у меня офигенный план в голове зародился. Так, третий круг пошёл. Надеюсь, машина ещё работает. Есть там в ней ещё бенц. Так, и запускаем. Всё, всё, ладно. Всё, я в этом не участвую больше. Я пойду по другим делам. Я тебе хотел какого-то приколдеса рассказать в этой серии, что произошло на предыдущем стриме, когда наркоманы Петровича там зачики-бомбонь или всех наших панд. Если ты вдруг не знала, я тебе расскажу. У нас там коричневая панда родилась. Просто сама по себе родилась. От двух чёрных панд коричневая родилась. А ты это не знаешь, потому что ты цветами своими там занимаешься. Так, погоди, погоди, погоди. Я выключила эту машину. Сейчас цветы соберу. Какая коричневая панда? Откуда? Кто вообще разрешил? Да вот и я не знаю. Я на стрим наркоманов Петровича приглашаю, чтобы они потом у панды у меня взводили. А, да, там не только коричневая панда. Там у нас ещё примерно 4 новые панды появились. Поэтому у нас сейчас там прям целый зоопарк, Кать. Так, ну это вообще рушит все мои планы на сегодняшнюю серию. Ну-ка, покажи. Я... Не, ну ты вот иди и занимайся своими вот этими цветами. Я пойду тогда пандами заниматься. Вот, потому что мне твои цветы не интересны. Я тебе честно скажу. И твой вот этот модельный бизнес тоже. Подожди, ну я же хотела попросить тебя помощи. Мне нужны там ещё вот эти стойки для брони. И кожа мне нужна. А, ну... Вот это сделаю. Вот это сделаю. Вот это по моей части. 20 штук, пожалуйста. 20 штук этих самых броней и стоек для брони. Вот это всё неси. 20 стоек для брони? 20 броней? Да. Ну вот, коричневая панда. Ещё примерно 8 панд. Я вот... Я предлагаю тебе потом их просто куда-то на свободу выпустить. На кой чёрт нам столько панд с тобой, а? Мы же их всех не прокормим даже. Я тебе про это и говорю. У нас есть свои дети, законорожденные. А эти не наши. А вот это приёмные. Всё, я пойду тогда вот эту броньку делать. Если мне не изменяет память, то вот эти стойки для брони делаются из гладкого камня. Но сначала вот этот камнерез мне нужен. Разрезаем и делаем вот так половинки. Половинку ставим в центр, вниз. И это всё вроде как-то вот так. Господи, вот всё! Смотри, да я помню. Я говорю, что я помню. 20 стоек для брони. Мне просто очень интересно, на кой чёрт ей 20 стоек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всё. 20 штук у нас есть. Вот это сойдёт. После этого надо ещё 20 комплектов брони. Так, у нас кожа где-то здесь должна быть. Кать! А у нас проблемы тут походу. У нас тут было 4 стака кожи. Мы же её никогда в жизни не использовали. Вот кроличья шкурка только осталась. А где кожа коровьиная? Так, ладно. Кать! Там проблемы небольшие. Я вот эти стойки для брони-то сделал. Но я кожу не нашёл. У нас там 3-4 стака кожи было. А сейчас она где? А ты где? О, ты пришёл? Я тут возле лавы, где у нас лавомерки прыгают. Давай, иди сюда. А что ты там делаешь? Я говорю, что кожа куда-то пропала. У нас 4 стака кожи было. А сейчас вообще ни одной кожи в инвентаре у нас нет. Где она? А, да? Это странно. Я тут, это, свои старые коллекции сжигаю. Они мне больше не нужны. Кожу, говоришь, потерял. Интересно, куда это она делась? Чё ты делаешь? У меня такой вопрос. Да, я на самом деле ничего такого сложного не делаю. Просто выявила рецепт офигенной брони. Сейчас вот эта старая мне нафиг не нужна. Я, ну, перепробовала. Ну, попробовала. Ну, там, одну сделала. Другую. Вот. Это не я кожу всю спёрла, нет. Так, 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 прям, вот. Ну, вот, всю кожаную кожу, кожаную броню, которая у тебя была, ты только что в лаву выбросила. Так это ты 4 стака кожа испортила? И сейчас её в лаве сожгла, что ли? Не испортила, а методом эксперимента выводила нужную мне формулу. Я так вижу, я дизайнер. Какую формулу ты вывела среди вот этого всего? Какую, чё ты вывела? А вот это потом ты узнаешь. Ты мне стойки сделал? Сделал. Ты принёс? Всё, вот, на, вот, все вот эти стойки вот забираем обратно. Ничего, кожи нет совсем, да? Откуда, если ты 4 стака потратила? Так, ну тогда это самое... А, подожди, а кожа у нас вообще из чего-то делается? Эта кожа, это же из коровы кожа делается? Ай, Катюшка профессионалка, да? Дракона убила, даже не знает, из чего кожа добывается. Из коровы, конечно, из чего же? Ну, из Каролины, иди, Каролина, убей, кожа выпадет. Давай, иди сюда. А, слушай, ну раз у нас тогда закончилась вся кожа, а она делается из коров, тогда пойдём к нашим коровам, они у нас там живут. Сейчас я их, это быстренько, это и кожу добуду. Сейчас всё будет. Не, не, на, наших коров не надо кокать, мы из них молоко добываем, их на кожу пускать не надо. Да и тем более, там у нас всего лишь 3 коровы, Катюшка. Что ж ты там будешь делать? Так, 6 кож получилось всего лишь. Ты кокнула корову, которая перевёрнута ногами была вверх. Ну, слушай, ну кожа мне сейчас на данный момент важнее. Красную корову не убивай, с неё ничего не выпадает, кроме грибов. Ничего не убивай. Да, страшно, я не буду я её убивать. Так, ну тогда пойдём за кожей, если тебе-то кожа нужна. Мне очень нужна кожа, ты просто увидишь, ты офигеешь, что я придумала. Там просто такой проект. Да я уже офигел на самом деле, когда ты всех наших коров перерубососила. Так, а из фантомов кожа выпадает? Из фантомов нет. Ну вот, мы только приперлись за коровами, как тут транспортная компания. Вот по-любому это, как обычно, фигню какую-нибудь мне принёс. Ну-ка, ну-ка, иди сюда, ну-ка, чё тут у тебя? Да ладно. Угадай, чё у него. Вот угадай. Опять фигня какая-то, как обычно. Нет, фиолетовый краситель, первый раз в жизни, чувак. Да ты меня, что ли, услышал наконец-то? Да ладно, блок огненного коралла, фиолетовый краситель. Три штуки за один изумруд, да он же это сожрался. И три бирюзовых красителя тоже за один изумруд. Не, Катя, это, слушай, это невыгодно, мы не будем это брать. У тебя нет изумрудов с собой? У меня нет изумрудов с собой. Иди тогда домой за изумрудами, мне нужен фиолетовый краситель. Да не буду я никуда домой к нам идти, да мы сейчас понадобываем этот фиолетовый краситель. Зачем ты будешь сейчас ещё изумруды на него тратить, а? Ну потому что он первый раз в жизни принёс то, что мне действительно нужно. Так, ладно, учитывая то, что мы с тобой находимся в одной точке, ну тебе уже это можно сказать? Я тут, короче, с карасём вот этого древнего стража в вагонетку засовывал и отправлял в эту башню Рапунцель, который тебя потом вот там заключил. Может мы на вагонетке вот эту транспортную компанию к нам домой куда-то закроем вот это в тюрьму, и он всегда нам будет торговать фиолетовый краситель? Да подожди, я так посчитала, посчитала, это реально невыгодно, можно же просто самому сделать фиолетовый краситель. Ну а что ты мне башку тогда пудришь, я тебе говорю, что это невыгодно. Так, короче, мы сюда пришли за коровами, за коровами, всё давай, рубосось тогда коров, собирай кожу. Сколько тебе кожи-то надо, я даже не знаю, а? Ну 100 к 3, наверное. Так мы тут год будем сидеть и собирать вот эту всю кожу, поэтому давай не расслабляйся, у меня уже 12 штук есть. Слушай, ну зато у меня меч на огонь, у меня сразу жареное мяско получается. А вот это полезно. О, у меня уже 18 стейков, сразу жареных. Слушай, а если лошадину убить, из неё же как бы тоже кожа выпадает, ты это не знала? Давай проверим. Ну нет, так это, так я же это просто как факт сказал, зачем ты коняшку зарубососила. Ну зато из неё кожа выпала. И с кем я встречаюсь, господи. Тронешь вот эту лошадку, я из тебя цветы сделаю, я из тебя краситель сделаю. Текай отсюда, текай поводок, 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 поводок. Катя, иди, отстань, отстань, отстань от меня, отстань от этой лошадки. Не прикасайся даже к ней, живодёрша. Да ладно, не буду я вас трогать. Ну, учитывая, что ты зарубососила всех коров, новых же домой надо присобачить, да? Ну, чтобы потом, чтобы молочко всегда свежее было. Да, а что делать, когда на тебя нападают зомби, павук и скелет одновременно? Защищать коров, но самое главное, ты хотя бы криперов к ним не подпускай. Если сейчас крипер где-то со спины зайдёт, то опять всем... Опа, ещё одна корова. Тебя мы тоже заберём. Ну вот, уже шесть коров есть, давай за мной, не отставай. Я потеряла своих коров, подожди. Вы-то чё напали? Кать, два паука, три Игоря. Мне кажется, надо было хотя бы утра дождаться, а не посидеть ночью вот этих всех коров сюда тащить, а? Ну, слушай, чем быстрее, тем лучше. У меня ещё мой план капкан горит. Мистер Крипер, не подходи ко мне. Не надо, мистера Крипера. Кать, я уже одну корову кокнул где-то, у меня три было, остались две. Ладно. Так, 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 давай бежим, бежим скорей. А твои коровы где? У тебя вообще коров нет? Почему нет? Вот две штуки за мной плетётся. А, нет, одна потерялась, а что ты с тебя? Это мои, да что же это терять? Слушай, Спайдермен, отстань нафиг от меня, и ты, Игорючек, тоже отстань. Так, у меня две коровы, одна потерялась. Всё, давай сюда за мной. Так, ну у меня одна корова осталась. Ну это хотя бы хоть что-то. Вот знаешь, чего нам сейчас с тобой прям очень-очень сильно не хватает? Вот знаешь чего? Ну чего? Бесконечной фермы коров нам с тобой не хватает, чтобы они всегда у нас были, бесконечные просто. Так это пшеницу с тобой выращиваем и погнали чики-бомбонить их. Ну это уже потом я придумаю, как её сделать, и всех за чики-бомбоним. Всё, давай веди их в сарай. У тебя сколько вот это, у тебя сколько кожи? Так, у меня один стак вроде. Да, ровно один стак. Так, ядрить, колотить, у меня почти полтора стака кожи и два стака сырой говядины. В принципе, очень даже нормально. Да, неплохой походик, у меня сразу же жареная. Вот сюда внутрь заходим. Клава и Клавгий. О, я уже имя имя даже дал. Клава и Клавгий будут жить у нас вот здесь. Так, а сейчас пшеницу, сразу добудем пшеницу, чтобы их размножить. Ага, пшеница у нас не выросла до сих пор. У тебя же вот эта костная мука есть, вырасти пшеницу, чтобы их накормить. А с чего ты взял, что у меня осталась костная мука? Я, между прочим, её всё потратила на бесконечную ферму цветов. А-а-а, тебя только о чём-то просить. Чё, у нас реально вообще нигде даже никакой пшеницы нет. Арбуз и золотая мотыга. Реально даже пшеницы нет. О, кстати, пшеница, подожди. Вот это сломаем, сено сломаем, сено переделываем. Вот, видишь, лайфхаки в реальной жизни. Так, давайте все сюда кушайте, кушайте. Опа, и мелкий чебурек только что появился у нас на глазах. Вот и всё. Слушай, ну ты сегодня прям имена придумываешь на ходу. Так, с тебя получается сейчас сделать мне 15-20 штучек курточек. Я пока тут всё подготовлю. Вот эти вот, ты мне стоечки принёс, стоечки. Стоечки-то где для брони, стоечки? Принёс, стоечки, ты мне сначала-то хотя бы кожу выкинь, чего я буду курточки делать. Давай. Да на ты, на, вот ещё две штучки осталось. Так, курточки, только курточки. Я пока переделаю красители. Хорошо, слушай, а ты там может хотя бы мне и подписчикам уже наконец-то расскажешь, какой твой план капкан на всю эту серию, а? Ну слушай, ну осень уже началась. У меня вот Новосибирске уже 8 градусов за окном. У тебя сколько, какая погода? Сколько градусов? 34 где-то у меня. А, ну тебе не подойдёт тогда. А нам уже курточки нужны в России. Курточки, поэтому давай делай, сейчас я тебе всё покажу. Ладно, я тогда расставляю. Вот здесь стойки брони сойдут, я сразу вот здесь на улице их всех расставляю. Да-да-да, прям в ряд, в ряд аккуратненько расставляй. Ага. И делай курточки, курточки. Так, ну стойки я тебе все расставил на улице. Кожаные нагрудники я тебе сделал. Чё дальше? Так, сейчас нужно сделать фиолетовый краситель. Он делается у нас из пурпурного и синего, а также розовый краситель. Это нам нужен красный и белый. Пройди-ка мне косточки, пожалуйста. Быстренько косточки. Она даже крафт красителей знает. Крафт красителей знаешь, зато не знаешь, откуда добывается кожа, да? Сейчас принесу. Белый ставим сюда, это костная мука. Красный получается розовый, отлично. Два стака розовых, так, синий сюда. Соединяем фиолетовый стак и пурпурный. Так, вроде всё готово у меня, смотри, смотри, смотри. Всё, розовый, пурпурный, фиолетовый. Давай мне курточки сюда. Пятнадцать, просто пятнадцать штук. Так, собираешь все эти курточки, но я до сих пор не понимаю, что ты хочешь сделать. Зачем тебе пятнадцать одинаковых курточек и столько много красителей? Да ты ничего не понимаешь. Мне подписчик просто скинул огромную таблицу цветовых сочетаний броньки. И там столько разных цветов. Поэтому мне и нужны все эти красители. Я сейчас по очереди буду соединять один с другим, третий с четвёртым, пятый с шестым. И у меня получится так много оттенков, ты себе просто представить не можешь. Всё, мне нужно время. Уходи, я тебя позову. Фух, настал этот долгожданный момент. Я готова представить миру свою новую коллекцию. Внимание, пятнадцать экземпляров. Сейчас мне нужно время это всё расставить. Я надеюсь, фотографы уже собрались. СМИ уже здесь. Это должно попасть во все новостные газеты. На везде, прям на первую полосу. Так, ещё чуть-чуть. И ещё чуть-чуть. Так, подождите, подождите. Остались последние экземпляры. Сейчас. И... Вот так вот. Оп. Последнее. Вот. Всё. Готово. Ну как? У меня только один вопрос. Это что за билиберда? Подожди, подожди. Тут недостаточно освещения. Мне нужны фонари срочно. Тут вообще даже не видно всей красоты. Расставляй, пожалуйста. Вот сюда. Надо всех подсветить. Сейчас всё подсветим. Вот сюда. Всё подсвечено. Всё подсветено. Вот ещё один. Вот здесь. Да сейчас подсвечу. Подожди. Вот и вот. Так. А сейчас самый главный вопрос в этой жизни. Чем мы с тобой занимались всю эту серию? В смысле? Ну мы сделали мою новую коллекцию. Это абсолютно разные цвета. Для каждой девушки. Под каждый цвет глаз. Вообще просто. Это 15 кусков одинаковой брони. Здесь тебе фиолетовый. Здесь тебе фиолетовый. Здесь тебе, ну, немножко синий фиолетовый. Розовый. 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 Фиолетовый. Да у тебя всё одинаковое. Сам ты розовый. Между прочим, это багровый. Это фиолетовый. Это цвет индиго. Это баклажановый. Это немножечко из синяя фиолетовый. Это пурпурный. Это светло-фиолетовый. Это светло-коричневый с фиолетовым подтоном. Это сиреневый. Это лавандовый. Это... Это пудровый цвет. Это вообще очень слабо фиолетовый, слабо солёный цвет. Серию. Мы сейчас... СЕРИЮ? Одну лошадь мёртвую И сто с чем-то коров Потратили на твою новую Тупо чисто фиолетовую коллекцию Да ты просто ничего не понимаешь Вот девочки меня поймут Это просто офигенно получилось Ну тогда мальчики Ничего в комменты сегодня не пишите А вот девочки напишите в комменты пожалуйста Как вам новая Катюшка Крафтовская коллекция Вот посмотрите на неё внимательно И в комменты напишите Вот это мой любимый цвет будет Я вот эту курточку сейчас напялю на себе Вот это мы снимем Это мы тоже снимем И вот так вот я сегодня буду ходить Я походу в моде Ни черта не понимаю да Ты то может ничего и не понимаешь Но нам с тобой ещё нужно шлем сделать Ботиночки, штанишки Поэтому нам ещё стак кожи Не, 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 куку, куку, куку Если на это только что мы угробили Три стака кожи то на ботиночки На шлем, шлем вот это вот всё И на труханы там ещё стаков 15 надо Я тебе кожу сейчас больше добавлять не буду И я пойду коров наших буду защищать Чтоб ты их не кокнула опять Не, ну а чё ты думал Бизнес это нелёгкая штука Тут работать нужно каждый день Вот коровы побегали уже Вот надо тебя зарубососить Я вас в обиду не дам Спасайте своё дитё И убегайте с этого города Пока эта маньячка не пришла Кать, не смей Я тебя Я тебя прошу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok